По данным медиков, сегодня до 40% человек испытывают проблемы со сном. Всему виной быстрый ритм жизни, а порой и желание быть сверхактивным. Усталость постепенно накапливается, а твары бабушкиных трав на ночь уже не помогают. Такое переутомление брещанка Марина испытала лично. А когда ночи стали совсем беспокойными, решила обратиться за профессиональной помощью к психотерапевту. Я просто человек очень впечатлительный и за все переживаю. А темп жизни сегодня такой, что постоянно приходится решать какие-то вопросы. А мне надо, чтобы все было ответственно, грамотно, постоянно записываешь, ложишься спать, это все перевариваешь. Ну и в итоге там уже и 12, и час, и два. Вставать нужно уже в 6-7 утра на работу. И никакой энергии в течение дня. Специалиста я уже начала искать сама по интернету, так как я люблю пользоваться интернетом. У меня все по интернету, талончики всегда по интернету, везде записи. И так вот я нашла своего специалиста Игоря Яновича, и он мне так очень даже хорошо помог. Сеансы психотерапии и медикаментозное лечение вкупе помогли Марине наладить сон, а вместе с ним и здоровье всего организма. По словам медиков, взрослому человеку необходимо 7-8 часов сна в сутки, чтобы полностью восстановить свои силы. Если ваш отдых далек от этих цифр, стоит обратиться к участковому терапевту, либо к психотерапевту, чтобы избежать более серьезных заболеваний. Дальше у него развивается истощение нервной системы, дальше включается либо тревога, потому что что-то не решается, значит совсем все плохо, либо это депрессия из расчета, ничего я не могу, ничего у меня не получается и тому подобное. И соответственно, это нарушение сна, ну скажем так, приходит, присутствует и усугубляет всю картину. Качество сна является по-своему индикатором состояния нервной системы. Чуть-чуть, если теории преподнести, то получается, когда нервная система истощается, то не хватает силы, чтобы поддерживать сон в течение всей ночи, потому что сон это не просто упал и не шевелюсь, там во сне, конечно, проходит очень много восстановительных процессов, которые требуют, чтобы нервная система работала более качественно. Кстати, ни одно снотворное вас не вылечит от бессонницы, а вот привыкание после первой примененной упаковки, которая хватает на месяц, гарантировано. В безопасном варианте снотворное принимается один-два раза в неделю. Избавиться от бессонницы можно, не принимая медикаменты. Все зависит от того состояния, которое у человека успело развиться. Конечно, если истощение нервной системы пошло достаточно глубоко, то тогда уже нужны медикаменты. А так иногда хватает таких приемов, как откорректировать гигиену сна, провести какие-то психотерапевтические сеансы, научить человека, скажем так, расслабляться, потому что обязательное условие засыпания — это расслабить тело. И самое основное значение имеет устранение тех причин, которые нарушают сон. То есть если проблемы в семье, значит их как-то так нужно либо исправить, либо изменить отношение человека к семейным проблемам. Если где-то в другом месте, значит, соответственно, тоже показать альтернативные схемы мышления. Данные нарушения лечатся у психотерапевта. Однако есть и другие, которые связаны с физиологическими трудностями, болезнями сосудистой системы, расстройством желудочно-кишечного тракта, различными болями. А потому посещение других специалистов является частью лечебной процедуры.